Всем привет, друзья, с вами Дарит, и сегодня мы поиграем игрушку Flat Worlds. Вот, новая игра. Давайте выключим музыку. Качество изображения, отлично. Так, есть плохое. Давайте отлично поставим. А, что ж, это такая стратегия пошаговая. Так, уровень 1, планета Flat. 36, уровень 2. Так, в разработке. Ну, давайте начнем с этого. Так, зарождение и развитие жизни на планете полная свобода действий. Хорошо. Так, какой-то тут маг идет. Приветствую тебя. Это планета Flat 36, еще без растительности и живых существ. Нажмите левую кнопку мыши для клетки. На клетке. Так, наведи на воду и отпусти. Круто. Теперь повтори то же самое с огнем. Отлично, помни, что огонь способен не только разрушать, но и даже давать жизнь. Так, ну понятно, в принципе, когда холодно, можно разогреть костер. Так, чтобы узнать, что еще можно открыть и как перейти на следующий уровень, посмотри свой прогресс в левом верхнем углу экрана. Так, прогресс. Для каждой из элементов есть краткое описание и возможность купить подробную подсказку. Купи подсказку за 100 золотых. Новые элементы получаются не только под воздействием воды и огня, но и в зависимости от того, что находится рядом. К примеру, роста леса необходимо озеро рядом с травой. Для роста леса необходимо озеро рядом с водой. Для получения некоторых элементов придется потрудиться, ведь они требуют, чтобы вокруг них было 4 других, как показано на схеме. Допустим, вода и 4 земли. Чтобы пройти дальше в уровень, тебе нужно построить пушку и отправить человека на луну. Или построить портал и переместиться в параллельный мир. Угу. Пушку. Пушка и человека на луну. Мне кажется, портал как-то будет лучше. Если собрался на луну, ты то открывай все эти элементы. Так, сокровищница, башня магов, замок, храм, мельница, верфь. Блин, ну тут реально, тут нужно голову напречь. Это игрушка не для слабых умов. В общем, давайте сейчас себя испытаем. Так, сокровищница. Есть люди, прячут богатство. Сокровищница. Люди прячут богатство. Башня магов. Маги любят селиться рядом с садами. А, это подсказка. Замок, много людей. Так, полет на луну. Ладно, разберемся. Так, портал в параллельный мир. Для путешествия в параллельный мир открывай эти элементы. Сейчас посмотрим. Если все пошло не так, как... Или закончилось в свободной клетке, просто нажми очистить поле, чтобы начать заново. Так, понятно. Ну, приятной игры, мне пора. Давайте воду сюда поставим. Еще воду. Разведем костер. А потом водой. Ух ты, круто! И лес появляется. Забавно сделано. Так, а если лес я полью? Или сожгу лес? Ух ты! А кто у нас тут? Стоянка людей появилась. Прикольно. Слушайте, ребят. И так со временем игра развивается. Так, давайте польем. Мне кажется, пшеницу нужно полить. Так, ладно. Давайте насадим с вами. Так, если можно сжечь, я так понимаю, да? Так, сожжем землю. А если два раза я сожгу? Ух ты, что-то появилось, интересно. Голем появился. Голема уже сжечь нельзя. Три голема таких. Золото можно потратить на подсказки в меню прогресс в левом верхнем углу. Ну-ка, а если затопим голема? Ух ты! Появилась башня. А если я башню потом зажгу? Нет, нельзя. Все это на максимуме, так понимаю. Ну, тебя тут ничего не произошло. Потому что нет людей, все, я понял. Озеро создали. Ух ты! Теперь зародилась жизнь, я так понимаю, да? С рыбками. Тут вообще лодки стали, потому что с людьми рядом. Ну-ка, давайте сожгем пшеницу. Нельзя ее сжечь. А если дом подожгем? Или затопим? Так, понятно. Давайте тогда, чтобы сделать такое, поставим голема. Давайте затопим голема. Голем просто умер. Я, честно говоря, не знаю, что делать. Ну-ка, давайте напоим их или сожгем их. У них и так есть все, что нужно. Так. Храм, значит, у нас появился. Так, давайте начнем опять с вами с... Так, с травки, потом... Потом сожгем траву. Тут уже ничего не сделаешь. Появился лес. Лес можно с вами... Так, лес можно заселить. И вырастает, значит, пшеница у нас. С пшеницей ничего не сделаешь. Так, тут у нас появился кораблик. А как появилась у меня вот эта мельница? Нужно рядом человека просто поселить. Так, я так понимаю, сейчас... Ой, нет-нет-нет, сейчас тут будет лес у нас. Так, а сюда мы поставим что? Нет, не то. Так, сначала... Да, лес появился. Отлично. Вместо леса вырастают домики. Только я не понял, почему тут маленькие домики, а тут большой. Большая мельница. А, мельница появилась, потому что рядом пшеничное поле у нас. Блин, реальная игрушка. Очень сложная. Сложно сделанная. Но очень крутая, ребята. Я даже поставил этой игре 10 баллов из 10. Потому что тут реально нужно подумать, как все сделать и распланировать. Так, главное меню можно попасть. Уровень на луне. В разработке пока нету. Так, приобрести второй уровень со скидкой 50%. А уровень на луну. Улучшенный игровой процесс. Расширенное поле. 49 вместо 36. 36 совершенно новых клеток. И анимации. Плюс 500 золотых подарок. Будет круто. Ну, давайте... Пока не будем покупать, но вполне возможно купим в следующем нашем обзоре. В принципе, не так дорого. Так, давайте заново. С чем мы начнем? Давайте начнем с... Так. Начнем с тебя. Тут мы поставим, значит, воду. Чтобы появился лес. А, еще должна быть пшеница. А пшеница у нас как появляется? Пшеница появляется у нас, если... Так, пшеница появилась, если у нас лес есть. Вместо леса появляется пшеница. Так, блин. Я единственное не рассчитал, чтобы была мельница. У нас должна быть пшеница. Все, я понял. Сейчас мы сделаем с вами... Вот тут у нас уже будет, получается, мельница. Блин. Маленькая не так. Так, да, вот это будет мельницей. Сейчас мы сюда людей заселим. Вот, мельница, потому что пшеница растет. Что можно делать с мельницей? С людьми я тоже не знаю, что можно сделать. Так, главное меню. Подсказки есть у нас, да? Обучение. Золото можно покупать. Сколько это будет стоить, допустим, пятьсот? Семь рублей. Так, а это у нас двадцать один рубль. Ну, недорого, я скажу. Разработчики не жадные, молодцы. За это им респект, спасибо. Так, идем назад. Ну, игрушка крутая. Так, нужен лес. Лес мы знаем, как сделать. Нужно поставить рядом воду. Сейчас мы воду поставим. Все, отлично, лес есть. Золото можно потратить. Так, аааа. Можем включить музыку, очень интересно. Можно пройти обучение. Так, не пропустим. Рассказать. Давайте расскажем, игрушка, игрушка классная. Так, что ты будешь делать? Куда ты устремляешься? Ладно, потом расскажем. Так, что тут можно еще интересного делать? Что с пшеницей сделать? Я, честно говоря, не знаю. Дальше на этом мы в развитии... А, голема можно делать, смотрите. Можно что-нибудь с големом придумать. Вот он, голем появился. Голему нельзя сжечь, но можно его утопить. Но он разрушается. То есть, а рядом с человеком он становится зданием. То есть, нам нужен еще один человек. Хорошо, давайте... Тут он... Тут заселим людей. А тут у нас будет голем стоять. А вместо голема, значит, будет башня, я так понимаю. Отлично. Если он рядом с людьми, то у нас башня получается. Так, хорошо. А в каком еще сочетании можно людей использовать? Людей можно использовать... Нет, рядом с мельницей, это не то. Рядом с чем еще человек не стоял? По-моему, он совсем уже стоял. Так, ну-ка, если мы сюда лес... Сейчас лес поставим. Сюда мы людей заселим, допустим. И у нас автоматически превращается в здание это. А башня... С чем не стояла башня? С водой она стояла, она не стояла с домиком. Может быть, домик стоит сделать нам? А домик у нас получается, если будет лес рядом. Нет, нет, не так. Вот сюда надо заселить человечка, я так понимаю. Тут появился домик. А дальше я не знаю, как развиваться. Так, можно прогресс посмотреть. Трава растет там, где есть вода. Лес. Рядом, наверное, есть водоем. Сад. Эльфы любят сады. Подсказка за 100 золотых. Так, ну вот мой процесс, смотрите, это то, что мы открыли с вами. Так, лес. Сад. Эльфы любят сады. Так, где гномы, там и драконы. У меня гномов даже нет. Давайте нам надо вот это еще открыть. Было бы прикольно. Открыть подсказку за 100 золотых. Ну давайте. Вода на лес рядом с эльфами. Чтобы был сад. А как эльфов? Я не знал, как эльфов нам с вами сделать. Мы купили подсказку. Вода на лес рядом с эльфами. Так, интересно. А золото? 500 золотых стоит. 500 золотых это 5 подсказок. В другую часть, ребята, если вы хотите, купим обязательно голоса. У меня просто пока нет. Я специально положу денег. Вот, чтобы можно было тут все открыть. Исследовать. Пишите в комментариях, стоит или нет это делать. Нам сколько надо понадобиться? Ну, прилично так. Так, голосов вкинем и сможем, в принципе, с вами это все дело сделать. Вода на лес рядом с эльфами. Как бы эльфов сделать? Эльфы тоже, они должны быть... Рядом с лесом. Так, ну-ка. Ну, тут будет лес у нас. Там вот кто-то бегает сейчас. Пускай тут будет голем. Тут только вода и огонь. Мы, по сути, с вами делаем воду и огонь. Кораблик. Кораблик еще где-то не был. Так, а если я лес расположу здесь? Рядом с корабликом. Рядом с корабликом так же люди. Я уже не знаю, что тут сочетать. Так, прогресс. Камень образуется под воздействием огня. Гора, но очень много камня. Так, может быть, тут связано что-то с големом. Сделать из голема гору. Вот, у нас теперь есть, по сути, гора. И надо им как-то сочетать. Может быть, с водой? А, нет, с водой он не сочетается уже. Так, гора, но очень много камня. Четыре голема, если вместе будет, интересно. Может, попробуем так? Смотрите. Мы делаем четыре голема с вами. Так, попробуем их потопить. И что у нас получается? Нифига не получается. Фигня какая-то, да, получилась. Тут рыбки появились у нас. Так, тут люди. А как эльфы? Может быть, пшеница должна? Или что расти-то тут? Допустим, тут растет пшеница, да? Нужен водо... О, блин, нужен водоем. Тогда будет лес и... С пшеницей... А, с пшеницей будут люди. Ну что ж я... Что ж я делаю-то? Еще одна пшеница. Что делать с пшеницей, я не знаю, блин. Может быть, рядом с вами голема сделать? Ну, очень много камня. Может быть, надо еще больше камня, чтобы гора появилась. Давайте с вами на девять клеток сделаем. Вот она, да! Ну, очень много камня, ребят, действительно. Появилась гора. А что делать с горой? Вулкан появился. Вулкан потух. Ух ты, появился какой-то человек, гном. Вон она что. Ну-ка, давайте прогресс посмотрим. Гномы, они где... Так, где-то под водой. Дракон. Где гномы, там и дракон. Так, мы уже рядом. Я знал, как дракона сделать. Ну-ка, давайте... Сделаем так. Какие-то пингвины стали бегать, смотрите. Или утки, кто это. Так, нам нужна, значит, вода. Сейчас мы сделаем воду. Потом заселим людей сюда. И теперь мы... У нас будет сейчас домик тут. Отлично. Так, кто теперь жизнь? Тут вообще кораблик у нас. Ну, уже что-то стало появляться. Смотрите, гора появилась. Там гном куда живет. Прогресс у нас на ура. Эльфы живут в глубинах леса. Эльфы живут в глубинах леса. Я понял. Ну-ка. Так, очистим поле. Давайте назад. Смотрите, что будет, если мы с вами... Сделаем много-много-много леса. Но нужен нам водоем для леса. Причем не один водоем. Так, ладно. Чистим заново поле. Тут у нас... Все в лесу должно быть у нас. В глубинах леса, я так понимаю, это по центру. Может, не появится? Так, ну не знаю. Прогресс тут вообще налил. Прогресс. Огонь на камне. Огонь на камень. Вулкан. С этим мы все открыли с вами. Вода на вулкане. Остывший вулкан будет. Огонь на остывшем вулкане. Крепостерков. Неизвестных. Хижина орков. Дракон. Где гномы, там и дракон. Ладно, интересно, ребята. В следующей серии мы с вами продолжим играть, изучать эту игрушку. Игрушка мне понравилась. Ставлю 10 баллов в 10. Вот, в принципе, реально круто сделано. Хоть бы как... Ну, прям не блистает. Прям такой... Чересчур всякие там графики, ничего такого в этом нету. Она просто... Просто мило так круто сделана. И... Поэтому она, ребят, так затягивает. Я даже, честно говоря, тут сколько? 22 минуты? Какого-то минут 5 тут сидел. Вот. Комментируйте видео, ставьте палец вверх или вниз. Мы с вами обязательно продолжим следить за этой игрой. А пока что, всем до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok